Татьяна Троянская, напротив меня Дмитрий Губин, журналист, и я приветствую в программе «Ослову». Доброе утро! Что может быть прекраснее утро на Ехо Москве? В Петербурге. Только... Зачем же вы меня прорываетесь? Это только утро на Ехо Петербурга. Безусловно. Ну вот у нас сейчас были жаркие споры до, и они очень даже актуальны. Рыни фасоли оси, они продолжатся. Продолжим. Дело в том, что в театре имени Леонсавета новости приятные для многих новости. И, наконец, Юрий Бытусов стал художественным руководителем. С учетом, что я вчера сбежал с Макбета. Так, так, так. Это, может быть, говорить плохо не о спектакле, а о... А почему же вы считаете, что одно из двух либо это плохо говорит обо мне, как старальным зрителям, либо это плохо говорит о спектакле. Да. Ну, это же не ваше особое мнение. Ну, просто и бог не вашего олимпа. Все, я замолкаю. Нет, я смотрю, четыре спектакля в театре Леонсавета. Петербург не тетральный город. Смотреть здесь нечего. Я буду спорить с этим. А что здесь есть? Вы просто не то смотрите. Здесь есть большой драматический театр. Здесь есть Александринский театр. Умоляю. Здесь есть театр имени Леонсавета. Здесь есть мастерская Козлова. Татьяна, еще секунду, я буду умолять вас на коленях. Значит, здесь есть смесь колхоза-миллионера в сочетании с гипермаркетом. Она называется Мариинский театр. Вот эта смесь Патагонки Халтуры с оркестром, который я читал в пяти составах, по-моему же в шесть. Давайте о драме. Я понимаю, что вы склонны к операм. И с передовым директором, который, конечно, в колхозе своем нифига не бывает. Он борется за мир в каких-то там международных местах. Поэтому вот как играют, так играют. Я был в ярости совершенно от гибели богов. Потому что нет ни одной Брунгильды. Говорим не о Мариинском театре, а... И я вчера был в ярости от Макбета, потому что невозможно всерьез смотреть спектакли, где... Такой Макбет-кино. Макбет-кино, да. С Карваем и так далее, и так далее. С Делоном, с портретом, с цигареткой дивно хорошего на сцене. Это, пожалуй, лучшее, что там было по образности. Бутусов человек талантливый, это видно. Видно, как он умеет ставить мизансцены. Видно, что он не пошляк провинциальный, как Желдок. Видно, что он человек талантливый. В отличие от Желдока, Желдока я, правда, смотрел только Евгения Онегина в Михайловском. Это худший спектакль ever. И это не показатель. Возможно. Посмотрите еще другие спектакли Желдока. Возможно, возможно. У меня все говорят, посмотри еще это, посмотри еще это. Мне напоминает выбор одежды в сельпо. Я могу еще один, конечно, ватник примерить, но боюсь, что это будет вата. Но опера и драматический театр, это разные вещи. Вы знаете, Кирилл Серебряников, чье нахождение под арестом является абсолютнейшей мерзостью современной российской действительности. К нему мы вернемся сегодня. Да, главный шпон к нам вернулся. И вообще моя идея. Парни, кто не хочет стать следующим президентом России. Если вы хотите стать следующим президентом России, вам нужно пойти на подвиг. Вам нужно выкрасть. Вам нужно посмотреть, как Путин. Вы помните, Путин в свое время выкрал Собчака. И с нарушением закона Собчак обвинялся ровно в том же, в чем сейчас обвиняется Кирилл Серебряников. В хищении средств из бюджета. Вот вам нужно усадить финский самолет Кирилла Серебряникова и переправить его за границу. Рискуя, конечно, своей свободой, но укрепляя свою честь. Так в свое время поступил Владимир Путин с Собчаком. Поэтому, если вы поступите, как в свое время Владимир Путин поступил с Собчаком, а Путин стал нашаткий путь преступления и нарушения закона. Ну, это правда. Нельзя же потворствовать тем, кто обвиняется в государственном преступлении. Выкрал Собчака, отправил его за границу. Вам нужно отправить Серебряникова за границу. Так вот, Серебряников хорош, равна. Таня, простите меня, потому что я много Серебряникова насмотрелся. И в драме, и в опере. Его «Золотой петушок» гениален в Большом театре. Ей Бог, гениален. Лучше постановки я просто не видел. Остается жалеть, что руки-ноги обломали. Не мерзавцы, что я могу сказать. Вернемся все-таки в Петербург, в театр имени Ленсовета. Вы рады, что теперь Бутусов имеет такую же власть, как и директор? То есть, двоевластие, по сути, сейчас в театре имени Ленсовета. Бутусов явно не герой моего романа, а не мой постановщик. Вы признали, что он талантливый режиссер. Он талантливый человек, у него есть попадание. Ну, понимаете, какая штука? Идет стрельба, вот все время в семерку, в шестерку, в пятерку. И не избалована петербургская публика, потому что в Москву уже не наездишься с ценами этими на Сапсана. И с этими ценами, кстати сказать, на московские билеты. В Москве театры дорогие, нельзя пойти за 600 рублей в ГОК и Центр. Ну, это вопросы не нам. Да, ну, что я могу поделать? То есть, в Питере я хожу в какой-нибудь драматический театр, беру дешевые места, потому что, скорее всего, придется уйти в ближайшем антракте. В 90% случаев так происходит, смотреть нечего. Это моя частная, разумеется, точка зрения. Так вот, петербургская неизбалованная публика считает, что Бутусов хорошо. Но на фоне театра на Литейном, на фоне контору, которой нужно бомбить вместо Воронежа, Тетральная академия с ее учебным театром, театр Ленцая, это действительно хорошо. Из четырех спектаклей, с моей точки зрения, три было плохих, не сложившихся, неудачных, не попавших. Один просто безобразный, это демоны. Это просто такие последующие Бутусова. И, как всегда бывает у неталантливых адептов, это выглядит карикатурно. Но он не адепт, Денис Куснеяров, о котором вы сейчас говорите, он не адепт. Но это поставлено в духе, в духе, в духе. Эти цветочки в конце, господи, боже мой, лучше бы они сажали алюминиевые огурцы на резиновом поле. Брезентовом. Брезентовом, ну, дрезиновом лучше бы поле. Главное, чтобы была санация и элитерация, сестра наша метафора, и нынче в Разливе, и сегодня в Разливе. Один спектакль был хороший, все мы прекрасные люди. Я не люблю бутусовскую интонацию. Ах, что ты видел? Это не его интонация. Это не его интонация. Вы сейчас говорите про другой театр. По-моему, вы говорите про Малый театр России, который в Москве. Да я вчера там был, я сбежал оттуда. Я сказал, что если во второй части будет хотя бы одно попадание. В первой части было одно попадание с наемными убийцами. Там была точная интонация, точная без ансцена, там было сыграно. Точно так же, как в Брехте было одно единственное попадание за весь спектакль. Когда Брехт своими бабами в обнимку навеселе возвращается домой, он встречает с женой. Вот эта фраза «Здрасте», «Здрасте», она сыграна так, как я не могу. Я хожу в театр, чтобы посмотреть, что люди делают нечто, что не могу я. Собственно, ради этой же цели я прихожу на Эхо Петербурга, в Эрмитаж и так далее. Чтобы убедиться, что есть гения и таланты, которые делают что-то, что я не могу. Рассказали о своих впечатлениях, но не ответили на мой вопрос. Ну, рад, рад, рад. В принципе, художественный руководитель должен иметь какую-то главную действующую роль в театре. Понимаете, в театре, во всех театрах двоевластия. Во всех театрах, я, правда, больше оперный человек, да, есть фигура, которая нас вообще не знает, это интендант. Вот интендант превратился в фигуру закулисного Карабаса-Барабаса. Всем кажется, что интендант, ну, это что, там, гонорары расписать, утвердить штатное расписание и так далее, составить программу. Нет, интенданты – это те люди, которые делают звезды сегодня. Вот если говорить о театре звезд. Нетребка была сделана интендантами. Хворостовский был сделан интендантами. Да, у них голос, у них потрясающий талант, да. Но я могу привести массу примеров, когда Трифнова почему-то не стала звездой, да. Хотя они с Нетребка вот шли вот просто... И с Татьяной Павловской, которую я очень люблю, кстати. Нос-нос, да. Ну, вот так происходит то, что находятся западные агенты, а потом находится западный интендант. Все звезды делаются на Западе. Тут не нужно обольщаться. В России сегодня ни одна звезда мира уровня не рождена. То есть это не заслуга Гергиева Нетребка? Гергиев – такая была ракета первой ступени. Гергиев – чрезвычайно талантливый селф-промоутер. Вот благодаря чему Мариинский театр знают. Хотя смотреть в Мариинском театре прямо скажем кое-что, конечно, можно. Извините, это я из Маркорда процитировал. Это особое мнение Дмитрия Губина. Я хочу в защиту всё-таки питерских театров сказать, что мы, Дмитрий, смотрим московские спектакли и считаем... Контрамарки есть, конечно. Нет-нет-нет, мы бываем в Москве и тратим деньги на сапсады иногда. Да знаю, когда есть богатые мужиели поклонники, что же деньги не тратят? И нам делают контрамарки в московских театрах. А иногда московские театры, да, да, контрамарки. Нет, я всегда плачу. А вот сейчас, между прочим, «Золотая маска» в Петербурге. И вот 28-29-го Кирилл Серебренникова спектакль «Поэма без героя» с Аллой Демидовой. Пожалуйста, в Большом драматическом театре. Спасибо большое, посмотрю. Так что мы имеем возможность смотреть московские театры, поэтому иногда они нас радуют, а иногда печалят, так же, как и в Петербурге. Слушайте, Татьяна, после того, как есть интернет, YouTube... В YouTube смотреть спектакли – это нет. Нет, знаете что, если бы я не посмотрел «Райнгельд» в исполнении Майнхаймского театра, я бы тогда не знал, что со мной было. Потому что я смотрел «Золотой Рейна» Майнхайме, да, вот их постановка. После этого ты понимаешь, насколько и «Валькирия», нет, и «Зикрифт» ещё ничего, потому что там то, что называется, есть героический тенор, которого так добивался Вагнер. А, конечно, гибель богов – ну, всё. Я не буду говорить, что там с Гоголевской произошло. Это была не просто сопрано, а была мега-сопрано. И я не понимаю, до какого падения личного достоинства нужно дойти и ей персонально, чтобы понимаешь, что у тебя всё, кончился голос. Потому что на высоких виск, на низких бульканье, а в середине такое вибрато, что родственная продукция в секс-шопе начинает самовключаться. Ну, нельзя так петь, понимаете, ребят? Но у них постоянные, видите ли, штат в Мариинском театре. Никто им не скажет, ребят, у вас кончился голос. Поэтому контракт на следующий сезон мы с вами заключать не будем. Это ужас, конечно, наших театров государственных, когда актёры стоят на постоянной ставке, и сделать с ними ничего невозможно. Контракт очень жёсткая вещь, он там заключается на два года. Потеряв голос, вы можете потерять всё. Я знаю там трагические судьбы, например, судьбу там Лены Прокиной, у которой оказались проблемы с голосом, и там была большая личная трагедия, а голос очень связан с личными переживаниями. Это, знаете, не по радио поболтать, когда поешь. У певцов, и особенно у певиц, это просто совершенно очевидно. И что это жестокая вещь, да. Но это жестокая вещь, играет против исполнителя, но она играет в пользу зрителя. Поэтому, опять же, закрывая тему с Бутусом, ну, что я могу сказать? Ну, если, говорит, выбирая между «ах, я не рад, ах, это ужасно», нет, я так сказать не могу. По поводу, кстати, двоевластия всё-таки. Ну, слушайте, а спектакли, вот я не могу смотреть, это из-за двоевластия, да? Вот из-за чего? Вот из-за чего все питерские театры по уровню ниже московских? Вот из-за чего? Дмитрий, здесь с точки зрения разнятся. Вы не можете, а кто-то очень даже может. Давайте перенесёмся в смотреть и получать удовольствие. Нет, ну можно. Слушайте, я отхожу в последнее время в маленький театр категории... Я смотрела «Макбет» три раза. У меня торной вкус, у меня проблемы. Нет, бывает же персональное восприятие. Бывает, человек западает на спектакль или на актёра, или вот на меня есть люди, которые там западают и встречают меня внизу на выходе «Саха Москвы», что не скажу, что безумно приятно, да, немножечко напрягает. «Саха Петербург», да уж, извините. Я забыл, что я как-то би-ситиален, даже три-ситиален, наверное. Но я вот скажу, сейчас маленький театр Аугсбурга, городской театр категория «Б», опера, балета, драма. Вот «Пергюн»-то посмотрел на немецком. И вот, кстати, вот очень напомнил это мне Бутовцевский театр. Один актёр-актерыч, и когда он появляется, всё хорошо. Что очень точный интонанс. Это плохо. Как вам сказать, для МХАТа это хорошо, но я должен сказать, что даже у Серебренникова всегда, блин, про Девоченко «Царство ему небесное». Лёша Девоченко, я его очень любил. Просто была моя персональная любовь как человек и как актёр. Но он был потрясающим актёром, это факт. Но он абсолютно не в стилистике Гоголь-центра. И тем не менее, он играл полония так, что хотелось бить в него шпагой через ковёр. Бить, бить и бить. Понимаете, вот прекрасно сыграл. Это была единственная, это была французская постановка. Это единственное, что можно было смотреть в Гамлете, вот в этой французской постановке в Гоголь-центре. Вот он актёр-актерыч. Тот же самый человек-подушка. Он не актёр-актерыч. Понимаете, актёр-актерыч – это оскорбление, правда, я вам говорю. Это актёр-актерыч, который сыграет табуретку. Нет, 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 нет. Актёр-актерыч – это оскорбление. Тот, который после бутылки водки, разбуженной ночью, сыграет табуретку. Вот это и есть актёр-актерыч. Нет. Голубь была актриса-актрисовна, потому что я видел, как она слабко по ряду на мхате в трёхгрошовой опере. У меня критики поддерживают, что актёр-актерыч – это оскорбление. То есть это такой незатейливый, имеющий десяток штампов актёр. На фоне того, что я вижу, не кабу актёр-актерыч, хорошо. Мы завязли на этой теме. Давайте к политике. Давайте сначала, подождите. Давайте, что-то у нас фамилия Путин долго сегодня не произносили. Вот произнесём. Он впереди, Путин, у нас. А где же он может быть? Если скажешь, что Путин... Зайди с нами и впереди. Софья Апфельбаум. Сегодня Мосгурсут рассмотрит жалобу на домашний арест директора российского академического молодёжного театра. И она стала шестой обвиняемой по так называемому делу седьмой студии. И понятно, что главный фигурант Кирилл Серебренников 27 октября Басманный отправил Филибалу. Ну, так считается. Под домашний арест до 26 декабря. И защита просит изменить меры пресечения на залог в размере 1 миллиона рублей. Я вам объясню одно, почему всё это дико. Повторяю, вот почему такое возмущение по всей Европе? Это не потому, что там какая-то безумная русофобия. Русофобии в Европе нет, потому что России нет в Европе. Россия там, если брать газету из 24 страниц, Россия там начинается с 18 страниц. Там вот проблемы... Россия не существует. Россия-то где-то там, на краю Экумены. И она привлекает внимание только потому, что у неё есть атомное оружие, и периодически она оружием обрецает. Всё. Россия никак не влияет на мир. Россия – это 2,5% мирового ВВП. А Америка, к примеру, 25%. С Кириллом. Как это связано с Кириллом? Почему Серебренников... Понимаете, вот когда садишься в немецкую библиотеку и начинаешь листать тетральные журналы, вот в августе просто все тетральные журналы открывались с портретами Серебренникова. Потому что он там ставит. Потому что у него там связи. Он ставит. И есть ещё одна вещь. Его там знают. И им действительно там восхищены. Искренне. И пишут там, конечно, полную чушь, что там, когда начинаешь читать, Кирилл Серебренников, там Берумт, знаменитый режиссёр, и он критик Кремля, ты, конечно, хихикаешь. Но в европейском сознании не укладывается, как человек может быть невиновный. Они все невиновны. Все арестованы. Невиновны. Как он может быть посажен в клетку. Каждый раз, если мы хотим добиться и убедить весь мир, что рашка говняшка, что рашка какашка, и что с этой стороны, вот если бы можно её было накрыть колпаком и изолировать всё мир, это нужно сделать. Каждый раз мир убеждается в этом, когда показывают невиновных людей за решёткой, как диких зверей. Я вам хочу сказать, что в своё время впервые Европа увидела такую дикость подобного рода в Израиле, в Юросалиме, когда был выкраден в Аргентине Эйхман, знаменитый нацистский преступник, человек, который, собственно, и отвечал за весь Холокост. Так вот, Европа, и он был не в клетке, он был в стеклянном стакане, то, что у нас называется, по-моему, вип-размещение. И Ханна Арент кричала на весь мир, что это возмутительно, что он ещё не преступник, находится в стеклянном, в клетке в стеклянной. Это не укладывалось в пан-атлантическое, в пан-европейское сознание. Как это так, невиновный человек? Невиновный человек, если он помещен... Продоксальный факт. При этом Эйхман, да, он был преступник, 6 миллионов душ, вообще-то, мёртвых у него на кровавленных руках. Тем не менее, если человек заключён под арест, потому что он является общественно опасным, то его привозят в наручниках, дальше их снимают, он сидит на скамье подсудимой так же, как всё может быть выпущен на свободу. Если его оправдают. Рядом с ним стоит охрана. Дальше человек просто, если он не представляет общественной опасности, если он никого не убивает, режиком не заноживает, стреликом не запистолечивает, нет такой опасности. Он приезжает из дома на судебное заседание. Вы мне это объясняете, я с вами абсолютно согласна, но то, что мы имеем... Кто этот хузмистр Путин, при котором возникла эта система? Ребята, вы понимаете, что это адова страна. В этой стране должна быть эта система сломана и уничтожена, потому что это позор, это невозможно. Когда тот человек, который создал эту систему, попадёт внутрь этой системы? Вероятность маленькая, но отличается от нулевой, хочу сказать. Потому что все эти люди, и они попадают... Вы посмотрите, сколько губеров... Ведь губернатор сегодня, выражение положения хуже губернаторского, оно опять вернулось. Потому что с вероятностью 50% любой губернатор, доброе утро, товарищ Полтавченко, попадёт под решётку. Вы считаете, нашему грозить? А почему бы нет? А почему бы нет, если Белых попал? На Белых и Полтавченко, мне кажется, немножко разные вещи. Покровитель исчезнет или Богородица попустит по-иному, это окажется. Сегодня половина губернаторов оказывается под следствием. А какая Богородица может отвернуться от Путина? Это очень хороший вопрос. Вы считаете, что она когда-то к нему поворачивалась? Ну, тогда что должно произойти? В этом изводе православия? Тогда что должно произойти, чтобы... То же, что происходит во всех странах аналогичного режима. Есть такая песенка гимна историков. Там царь Николашка провел на Руси. Жизнь была хоть у кого с поросею. При нём водились к России, поросились. По России было много чего выпить, закусить. Но в ноябре его немножечко того, и мы всю правду узнаем про него. И вот так поётся про всех. Мы потом его немножечко того. Вот когда его немножечко того, то мы всю правду узнаем про него. На то она история, та самая, которая ни слова, ни полслова не соврёт. Вот это вот такая песенка, её на всех эстфаках пели в своё время. Не знаю, поёт ли сейчас. Поэтому, конечно, когда Путина немножечко того, то мы всю правду узнаем про него. Всё говорит. Ах, оказывается, на его охрану ежедневно тратилась сумма, сопоставимая с бюджетом 120 больниц. Ах, а мы-то бедные. Ребята, вы всё знали. Вы виновны точно так же, как немцы при Гитлере были виновны. Но в том, что творил Гитлер. Вы это терпите. Вы это терпите. И вы виновны. Что я могу сказать? Ну, может быть, что-то изменится в марте 2018 года. Поэтому, возвращаясь, может быть, даже и раньше, потому что человек смертен, иногда внезапно смертен. Бывает такое. Кеннеди тоже мечтал жить долго. Я не знаю, что-то произойдёт. Произойдёт сейчас, позже. И это все прекрасно, знаешь. Как только Путина не станет, всё перевернётся и развернётся на 180 градусов. В этом сомнения нет даже у Путина. Вот ведь какая штука. Но, возвращаясь к Серебряникову и ко всей седьмой студии, это позор, что эти люди арестованы. Позор то, что переломаны руки и ноги, да, в творческом смысле. Одному из самых выдающихся режиссёров нашей современности. Позор тому, что министр культуры с уровнем общественного публичного мышления, как у Буратино, которого ещё не выстрогла с полена папа Карла, и который кричит, «Я тут посмотрел в школе-студии МХАТ, там голый актёр выбегает на сцену». Не-не-не, ну да, не вкнут студенты Брусникина, да. Студия Брусникина. С Москвой, да. Значит, слушайте, Мединский, скажите, пожалуйста. Он не посмотрел, ему рассказали. Ему сказали, да ему всё сказали. Путин ничего не смотрит, ему тоже всё говорят. Поэтому время от времени Путин говорит, редчайшие глупости. Потому что редчайшей глупостью и идиотизмом является Владимир Ланёвич утверждать, что композитор Шуберт умер от сифилиса. Он умер от брюшного тифа, и дважды его труп эксгумировали, и дважды проводили экспертизу. Да, сифилисом он болел, но так и Пушкин болел гонореей. Ну, умер-то он всё-таки, слава тебе, Господи, не от этого. Глупостью является утверждение, что Иван Грозный не убивал своего сына, это папские нунцы придумали. Глупостью является ваше утверждение о том, что делается генетическая бомба, для этого биоматериал собирается. К отцам ничего не знаешь и слушаешь то, что тебе говорят, свистят там Фродковские, о качестве их работы мне, к сожалению, известно. Тут начинаешь говорить глупости. Так вот, Мединский, слушайте, вы про Иду Рубинштейн когда-нибудь что-нибудь слышали? Нет, ну хотя бы картина Серова. Видели, голая тётка сидит худенькая? В русском музее не было. Мединский, а про танец Семи покрывал? Век назад с танцом его, вы что-нибудь слышали? Мединский? Но он был... Тух-тух! Кто там, войдите, я открою, не надо, я сам открою. Тух-тух! Мединский, тух-тух-тух! Он был в пятницу и открывал выставку Модельяне Сутин. В пятницу есть трифма, одна в русском языке. И в Тащу Мединскому я бы, конечно, порекомендовал эти именно в пятничном направлении. И там было очень много обнажённых женщин. Да причём просто голые люди в театре. Откройте голая опера, откройте голый балет. И вы увидите, как все эти балеты станцованы и в театрах Бордо и так далее. Кстати, очень интересно. И все части тела, включая те, которые жеманно называют интимные, для актёра такие же части, как все остальные. И если он умеет двигать ушами или слёзы вызывать, значит, он должен достигать эрекции. Кстати, до сих пор не понимаю, почему Путин, который разнообразно фотографируется с голым торсом, с рыбками, с амфорами, вот не сфотографирует голым с сильной, мощной эрекцией. Чтобы все поняли, что и в этом он, альфа-самец, вот просто главный. Просто никаких сомнений уже, чтобы не было. Это, конечно, недостаточно к администрации президента. Может быть, к выборам созрели? Ну, конечно, это не должно быть. Вот я не понимаю, почему голые люди удивляют. Голый человек интересен, голый человек прекрасный. И части тела есть в издательстве Ташин, великолепные альбомы. Один называется «Бамс», другой называется «Титс», а третий называется «Пинисис». Они сейчас вышли в 3D-варианте. Кстати, это потрясающе. Я был удивлён, как разнообразно, оказывается, бывают «Бамс», «Титс» и «Пинисис». Потому что мой личный опыт как-то меня настраивал на меньшую вариативность жизненных проявлений. Посмотрите, это прекрасные альбомы. Все части тела прекрасны. От обнажённых натур к необнажённым политикам всё-таки. Вчера Кадыров, Рамзан. Его голым не видел никто. А жена? Ну, я имею в виду, никто из нас с вами. Да, мы в жены Кадырову не годимся. Я-то очень старенький слишком. Ну, так вот. Кадыров для меня был. Я имел в виду. Да-да-да, безусловно. Кадыров дал интервью одному из российских телеканалов. И, соответственно, он там много интересного наговорил. В том числе сказал, что у него есть несколько кандидатур, которые могли бы стать его преемниками. Однако выбор остаётся за высшим руководством России, сказал Кадыров. Как? И при этом он сказал, что быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику, перед руководством государства и перед народом – это очень сложно. И он уже мечтает оставить свой пост. Ну, Кадыров молодой ещё человек. Нет, нет, Аллах не попустит. Ну, подождите. А Аллах не попустит. Можно оставить свой пост во имя чего-то большего. Во имя Аллаха. Мне странно, что он говорит о руководстве страны. Кто такое руководство страны по сравнению с Аллахом? Который, кстати сказать, финансирует Кадырова. Да. Аллах, конечно, мы помним. Поэтому Аллах – могущество, не Путин. Основное финансирование – это Аллах. Я правильно понимаю? А Путин, видимо, эти деньги обналичивает. Путин так. Обналичивает. Да, слуга Аллаха. Как там, отец, значит, сын царю, слуга Аллаху. Это про него. Нет, я не в состоянии комментировать жизнь республики, которая приводит меня в священный православный трепет. Православный трепет. Но вы рассматриваете кандидатуру Кадырова в качестве… Президента России вполне. А вы знаете, что мы сегодня устроили голосование Путин или Кадыров? И что получилось, я расскажу после московских новостей. Вы слушаете программу «Особое мнение». Дмитрий Губин у нас в студии, в программе «Особое мнение». Так вот, хотите знать, кто проголосовал Путин и Кадыров? Сколько процентов проголосовали за Кадырова? 31 процент. 31 процента слушателей «Эхо Москвы» выбирают между Путиным и Кадыровым. Выбирают Кадырова. Выбирают Кадырова. Еще 32 процента Путина, остальные Собчак, я так полагаю. Ибо она кандидат против всех? Возможно, возможно. Не то, что там был либо Путин, либо Кадыров, да? Да. Только, да-да-да, я понимаю, выбор сложный. Я не смеюсь, потому что я обсуждал с Белковским как-то раз. Где-то мы с ним там сидели, вкусно ели, пили. И обсуждали как раз эту ситуацию, что она вполне может оказаться. И если вам выдвинут Кадыров либо Полтавченко в президенты, то выберут Кадырова. Да нет. Да? Да? Хотя у нас слушательница позвонила и сказала «да», потому что я смотрю на новый Грозный выстроенный. Да, конечно. И когда ее спросила, какими средствами, она говорит, а мне это не важно. А новый Берлин она не видела, который Шпеер выстроил? Ну, это не Кадыров. Почему? Вы считаете, что Гитлер был слабым, плохим менеджером? Слушайте, вот я пытаюсь встать на логику Мединского, да? Да и Путина. Только не становитесь в Мединском. Не нужно хаять наше прошлое, мазать одной. Было всякое. Значит, Гитлер, хайль Гитлер, да, здравствует великий наш вождь, по одной простой причине. Он поднял ведь Германию из разрухи. Да? Это я по логике Мединского, это я для прокурора объясняю. Да, пожалуйста, вы, да. Он поднял, он стал платить молодым семьям пособие на строительство жилья. Он построил автобаны, в отличие от наших, кстати, которые за все время дороги не могут построить. Он поднял Германию с колен. Но ни одному немцу, и мне в том числе, как там на одну десятую такому ментальному немцу, не придет в голову сказать про Гитлера хоть одно доброе слово. Хотя, объективно говоря, если бы Гитлера подстрелили в 1938, когда он официально имел звание канцлера миротворца, потому что он выступал там с инициативами по разоружению, когда говорили, что нарушает Германия все договоренности по разоружению, он говорил, у нас встречное предложение. Вообще полностью уничтожит все виды вооружений. При одном условии. Если Англия, если Великобритания и Франция тоже полностью уничтожат все свое оружие. Ему все бешено аплодировали. Так сказать, рассказ Шукшина срезал. Вот что это было. Если бы шлепнули Гитлера в 1938 году, я не исключаю, скорее всего, так оно и было, что он при всем своем адовом антисемитизме, хотя нацистские законы в Нюрнберге были уже приняты, но на самом деле и гетто уже создавались, и нельзя было сразу в три дня после прихода Гитлера к власти, выезд закрыт из страны и так далее, и так далее, и так далее. Но евреев физически не уничтожали. Это началось все-таки уже в 40-х годах позже. Нет, ну что вы, там нет евреев. Игеев нет, кстати. А теперь уже, видимо, нет. Нет, он вот еще раз подчеркнул. Во-первых, он сказал, что не надо меня обвинять, Чечня вообще не виновата в смерти. Тех 73-х человек, которые были убиты без суда и следствия. Нет, их просто нет, потому что он понимает, что такие люди есть, но не в Чечне. Нет, слушайте, я, понимаете, живя здесь, я, видимо, вынужден соглашаться со всем, что Шуберт умер от сифилиса, что Иван Грозный не убивал сына, что в Чечне нет геев и так далее, и что голый человек – это морально. Ну, что я могу поделать? А вот еще он сказал, что чеченцы, осужденные за убийство Бориса Немцова, невиновны. Цитата. Кому-то это нужно было там. Какие-то у него свои грехи убили Немцова, опять же свалили на Кадырова. Отметил, что история расставит все на свои места. Да, тут вот категорически согласен, что я могу сказать. Про историю, которая расставит свои места. Про историю, которая ни слова, ни полслова не соврет, хотя, конечно, русская история – это такая шлюха абсолютная, потому что с ней каждый новый правитель начинает делать все, что угодно. Историю пишут победители, мы знаем. Да, и тут начинаешь, конечно, думать, что в споре Пархоменко с Невзоровым вот как-то ты эмоционально, рационально на стороне Пархоменко, а эмоционально ты на стороне Невзорова, который говорит, что история – это просто вид литературы. Вот и все. Истины мы никакой там не добьемся. Мы знаем, Мединский – это вид литературы, исторические книги вашего любимого министра. Да, во всяком безобразии следует приличие знать, как говорит Лопахин, на Вишневом саде. Вот Мединский перешел приличие, перешел грань приличий, да. Значит, товарищ Мединский, либо снимите крест, либо наденьте плавки. Либо вы творец мифов, разоблачитель мифов о России, которую сами создаете. Потому что я в свое время писал 10 мифов о русских, такая рубрика была «10 мифов о» для журнала GQ. Да, и там действительно мы не самая пьющая нация в мире, это правда абсолютно, да. Достаточно взять отчеты Всемирной организации здравоохранения, посмотреть количество потребления алкоголя. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но не надо идти в науку. Вот не надо делать вид, что вы, товарищ Мединский, большой ученый. Вот это наденьте плавки. Помните мультик «12...» Господи, «80 дней вокруг света». Там есть ли у меня план, мистер Фикс? Да, и у нас есть план, мистер Фикс. Да, и у нас есть план, мистер Фикс. У товарища Жюков, товарищ Жюков, наркоман, у него всегда есть хороший план. Ну, давайте к кандидатам другим вернемся. У нас новый кандидат, Ксению Собчак уже все со всех сторон обсудили, Борис Титов от партии «Роста» решил выдвинуться. Правда, вот в штабе Ксении не воспринимают его в качестве конкурента. С граждан такого роста спорить запросто непросто, да, товарищ Жюков? А вот напомните, у вас была такая ближайшая подруга и соавторша Ксении Собчак по имени Ксении Соколова в Госдуму от вас как бы шла, да? Вот помните, вы же соблазнили девушку, девушку уже не невинную, поскольку есть дети и большая квартира, которую нужно содержать. Как так вот Ксении Соколова, которую я очень люблю, с огромной нежностью отношусь и с восторгом отношусь в части её публицистических талантов. Ну, вот как так вот девушка с треском проиграла. Хотя вы её соблазнили, Трич Титов. Вы, 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 вы. Я не говорю, стыдно ли вам. Полагаю, что нет, но в конце концов проиграла, проиграла. А зачем он идёт вообще? Вот для чего? Кто? Титов? Да. Ну, видимо, за тем же зачем он выдвинул эту девушку Ксению Соколова. Но девушке Ксении Соколовой, насколько я помню материально я в стороне вопроса, тоже была небезразлична. Ну, у Титова с этим всё в порядке. У Титова всё в порядке с материальной стороной. Денег никогда лишних не бывает. Может быть, Рамзану Ахмадовичу нужно будет помочь, да, там вдруг Аллах перестанет ссылать достаточное количество денег, бизнес есть бизнес. Почему бы его в Чечне не вести? Я не знаю. А за Ксению вы бы проголосовали? Метель, это вопрос бессмысленный, потому что я же не знаю, кто будет в финальном списке. Ну, представляете, список стандартный набор. Если будет Путин и Собчак, я за Собчак. Если будет Путин и Кадыров, я меняю гражданство. Ну, что поделать. Вот какой-то такой у меня выбор есть. А если стандартный набор, я имею в виду, ну, кто-то уже там выдвинулся. Жириновский, Юганов, Явлинский ещё есть. Ну, да. Тут вышел Явлинский такой молодой, юный октябрь. Впереди это вот про них такая сладкая парочка, шерочка, смошерочка. Ну, то есть вас не смущает то, что некоторые считают, что кремлёвский проект Сени Собчак? Нет, абсолютно. Она может быть кремлёвским проектом с точки зрения Кремля, может быть самостоятельным проектом с своей точки зрения. Одновременно. Конечно, у нас есть такой пример. Познер. Познер ведь кремлёвский проект. И он, собственно, это прекрасно знает. И если Владимир Владимирович кто-нибудь донесёт об этой части того, что они говорят. Помните, Владимир Владимирович, как мы обсуждали, да? Как я сказал, как вы относитесь к идее, что вы такой Оренбург. Оренбург был сталинским проектом. Такая витрина перед Западом. И вот Познер, эхо Москвы в целом, эхо Петербурга в частности, тоже такая витрина перед Западом. Всегда можно сказать, а у нас есть Венедиктов, а у нас есть Познер. И Познер это знает прекрасно. И Познер прекрасно знает и даже не скрывает, что есть ряд имен, которым нельзя произносить и приглашать в свой эфир. Раньше к ним, кстати, Ксения Анатольевна относилась вот к этим именам. Поэтому, ну, Познер при этом ведёт свою игру. И ещё вопрос, кто кого переиграет, кто кого переигрывает. То есть вы считаете, что Ксения настолько опытна, мудра, что может... А почему вы считаете, что 80-летний мужчина, 80 лет там, уже 81, по-моему, да, это не лучшее время, скажем так, для мозга. Потому что, увы, после 50 начинает усыхать мозговое существо. Это смотря как им распоряжаться эти мозги. Нет, это, извините, это от генов. У некоторых нет отрождения. Такое бывает, в этом они, как правило, невиновны. Собственно, на эту тему написан роман «Цветы для Лоджернона». Лоджернона. Почему вы считаете, что девушка там... Ведь Ксения Анатольевна... Нет, нет, я к ней... 36. 36, да? А почему вы считаете, что 36 – рассвет? Это просто рассвет ума. Ну, потому что, может быть, у неё есть личный... Опыта у неё. Вы же вспоминали в начале эфира, как Путин спас Собчак папу. Да, он спас Собчаку и Собчаку, и Собчаку, насколько я знаю, когда Ксению Анатольевну пытались умыкнуть. Глава одного государства пытался умыкнуть на собственном самолёте. Ксения, вот не знаю, правда или нет, всё хочу тебя спросить, дорогая. Да, потому что ты знаешь, кто эту историю пересказывает, иногда напившись в очень узких кругах, кто из представителей гламурной тусовки, но обладающей очень большой информацией. Была такая информация, что Ксения Анатольевна на заре цветущую ю, пытался, так сказать, один товарищ с востока немножко умыкнуть в своём самолёте. Это не тот, о котором мы вспоминали сегодня? Нет, нет, нет. Тот сидел в зелёнке и стрелял в русских солдатах. А ещё махоньки. Ну, неважно, какая разница. И, насколько я понимаю, там были задействованы довольно существенные силы, чтобы девушку не умыкнули. Вот, по крайней мере, такая... Тем более, тем более... Ксения Анатольевна много чего в своей жизни видела. Ксения Анатольевна, значит, нужно же было умудриться, как положено, профессорской дочке. Значит, нужно было влюбиться в гопника, значит, выбегать, сбрасывать наружку. У неё же была охрана. Её излюбленный способ был выпрыгивать из вагонов в метро, когда двери уже закрывались. Охрана оставалась внутри, она делала ручку и убегала дальше. Вот. Потому что почему вы считаете, что Ксения Анатольевна не умудрена? Я слушаю с удовольствием ваше особое мнение. И, вы знаете, хотелось бы закончить очень приятным. Сегодня 27 ноября, день рождения Бориса Гребенчукова. Ваша любимая песня Бориса Борисовича. Слушайте, в Ипатевской Слободе по улице водят коня. Приходите 1 декабря. В этот день я специально в честь Бориса Гребенчукова буду читать в Музее театрального искусства. Мы начали с театра, так уж театр завершим. В рамках Дома культуры Льва Алурия в 19.30 регистрация строго на сайте Дома культуры Льва Алурия. Плата тоже свою лекцию про Гонконг. Я знаю, многие люди хотят зимой полететь в тёплое, там реально тепло. А там же можно без визы, да? И можно без визы на две недели. Это очень удобно. Но нужно быть очень осторожным с Гонконгом, как с любыми детьми от двух пап. Да, один папа Китай, а другой папа Великобритания, что по мужскому роду. Это очень сложный ребёнок, и там всё не так сладко. Это не Британия, не Китай. Ну, а подробности расскажет Дмитрий Губин. Да, 1 декабря в 19.30 Дом культуры Льва Алурия в Титральном музее. Регистрируйтесь на сайте, приходите. Ну что, меня поставят в Ипатевской Слободе? Не пей вина Гертруда, этим и закончим. Дмитрий Губин в программе «Особое мнение». Нет, Дмитрий Губин не пьёт. Счастья вам и трезвости.